150 обращений ежесуточно. Пациентов много, в том числе и в инфекционном отделении. Врачи не отрицают, что все палаты здесь заняты. Кому-то лечиться приходится даже на кушетке в коридоре. Но такая ситуация здесь повторяется из года в год. Просто туристы на курорте, отмечают медики, не считают нужным соблюдать правила простой гигиены. Много пациентов попадает и в травматологию, причем ночью и в состояние алкогольного опьянения. Нагрузка на весь медицинский персонал здесь сейчас колоссальная. Но медики, как больницы, так и детской поликлиники, в которой прикреплено 32 тысячи детей, справляются и медицинскую помощь оказывают каждому нуждающемуся. Конечно, мы испытываем серьезную нагрузку и на регистратуру. Но мы надеемся, в этом году строится, точнее, ремонтируется капитальное помещение на кирпичной, уже выделено 18 миллионов рублей. На контроле этот вопрос находится у губернатора. Мы отремонтируем порядка 700 квадратных метров. Это будет новое помещение для детской поликлиники и микрорайон, к которому относятся Чайсовхоз, Голубые Дали, Чкаловский, будут обслуживаться там. И, конечно, мы тогда разгрузим нашу детскую поликлинику здесь. Во время обхода учреждения здравоохранения глава города в первую очередь интересуются тяжело больными пациентами, для спасения жизни которых здесь имеется современное оборудование. В помощь врачам и противошоковая палата и четыре полностью оборудованные операционные. А вот этого больного травматологи и хирурги без преувеличения собрали заново. У Ивана Машинина тяжелейшая травма – закрытый флотирующий перелом пяти ребер с повреждением легкого диафрагмы и печени. Мужчина упал с крыши дома. Две недели прошло, после такой травмы мы его забираемся выписывать. За две недели перелом не срастается. Почему наши жители, которые попадают в наши больницы или поликлиники, выходят и говорят, что они не находят услугами здравоохранения? Нет, у наших докторов говорят. Я сейчас вижу и знаю. Две недели с такого наличиями. Мне никто приходит и говорит, что тебе доброта спасла от смерти. Я говорю, наверное, доброта не знаю. Доктор говорит. Доктор, я же понимаю. Доктор меня зовут. А где вообще в мире лучше? Другого оборудования просто пока еще нет современного. Ну и врачи. И руки. Ко всему прочему, жаркий сезон в Адлерской больнице работает и отдельный кабинет для оказания неотложной помощи приезжим туристам. А вот с помощью сонной эластографии местные специалисты определяют наличие злокачественной опухоли у пациента без пункций. Такое возможно только в Первой краевой и Адлерской городской больницах. Мне тогда казалось, что то, что я видел в операционной Швейцарии – это космос. То, что я видел сегодня очередной раз в нашей четвертой краевой Адлерской больнице – это значительно лучше, значительно современнее, чем это было тогда в Швейцарии. Я понимаю, насколько мы шагнули вперед. И, конечно, я хочу сказать, что в городе Сочи здравоохранение с каждым днем улучшается, качество услуг улучшается, и мы должны быть только благодарны со все то, что происходит у нас в отрасли здравоохранения. Ну а после завершения пляжного сезона в Адлерской горбольнице планируют заняться новым видом медпомощи – трансплантацией суставов. Ездить в Краснодар ради такой операции сочинцам уже не придется. И все же недовольных городским здравоохранением 55% опрошенных, отметил мэр на встрече с медперсоналом больницы. Поэтому помимо золотых рук стоит сделать акцент и на золотое сердце, то есть быть более вежливыми и внимательными к пациентам. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.